А вы никогда не задумывались, что такое площадь поверхности? Так разрезали, развернули. Маленькая проблема, не все поверхности можно разрезать, развернуть. Если у вас имеется лист бумаги, который кто-то взял и свернул, вот, например, да? То действительно, пожалуйста, бывают такие поверхности, цилиндр, конус, да? Которые можно вот так вот, ну, многогранник, есть такое понятие, развертка многогранника. Это пожалуйста. Только вот интересно, а как вы так разрежете, скажем, поверхность шара? Никакой сферический кусочек невозможно в точности развернуть на плоскость. Это я вам могу очень легко объяснить. Дело в том, что если у вас имеется сфера, то когда вы ставите ножку циркуля и проводите маленьким радиусом, то смотрите, что у вас происходит. Ну, только единственное, это расстояние же надо измерять вдоль поверхности, поэтому вы, вот, измеряя какое-то расстояние, откладываете, проводите окружность. И смотрите, что получается. Формула для длины окружности на сфере, она не такая, как формула для длины окружности на плоскости. Понимаете идею? Потому что роль радиуса выполняет вот этот кривой отрезок. Есть простая формула для длины окружности, как 2π умножить на радиус, который отрезок в пространстве. А согласитесь, что длина вот этой кривой, естественно, отличается от перпендикуляра. Поэтому, в принципе, невозможно развернуть сферу. Вообще, большинство поверхностей развернуть невозможно. Есть такое понятие кривизна. Ну, это не сейчас, не хочу в это углубляться, но, в общем, большинство поверхностей действительно не разворачиваются. Итак, объявляет конкурс. Что такое, по-вашему, площадь поверхности? Да? Сколько краски потребуется, чтобы покрасить данную фигуру? Хорошая идея. Старайтесь вместо хохмы попытаться сформулировать, что такое краска. Это хорошая мысль. Сколько краски надо, чтобы покрасить поверхность? Только что такое краска? Ну, хорошо, ладно, запомнили вашу фразу, поняли, что необходимо еще определение краски. Еще кто предложит что-то? Фантазия, ребята. Придумывайте определение. Ну, слушайте, определение длины кривой. Знаете, что надо сделать? Разбить на много-маленькую. Разбить на много-маленькую. То есть поставить точки вдоль кривой, да? Поставить, 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 поставить. Заменить кривую на что? На ломаную. Приблизить, да? Посчитать длину ломаной, а потом перейти к пределу. То есть разбить другим способом более мелко. Потом разбить еще мельче, еще мельче, еще мельче. Просто взять супермом всех возможных способов развеяния. Ну, да, да. Точную верхнюю грань таких штук. Кстати, она запросто может оказаться равна плюс бесконечности. Я могу простой пример такой кривой привести. Представьте себе, мы ходим вот такими вот отрезками. Они все, ну, есть некий барьерчик. Каждый раз мы оказываемся в какое-то количество раз ближе к этому барьерчику. А вот эти вот отрезки подберем так, чтобы соответствующий ряд расходился. Ну, все помнят, что один плюс одна, вторая. Ну, не только гармоничные, но гармоничные безусловно годятся. Понятно, да? Вот такой вот ряд расходится. То есть, при помощи этих слагаемых можно набрать сколько угодно большую величину. Ну, вот и все. У нас с вами получилась линия, которая, казалось бы, у нее вот эти вот отрезки уменьшаются. Так что она в них просто сходится к этой точке. А с другой стороны. Кстати, кто знает формулу соответствующую? Дело в том, что я так вот, ну, сказал грубо примерно. А написать формулу для функции, график, который очень похож на это. Хотите? Синусоида. Синусоида, это правильно. А как заставить ее бесконечно много раз? Дело в том, что синусоида очень хорошо себя ведет, так вот плавно. Да? Да. Волна за волной. Все замечательно. А как ее заставить, как сумасшедшую, метаться около начала координат? Ребята, надо взять синус от одной иксовой. Поняли идею? Да. Когда икс идет к бесконечности, то одна иксовая что делает? Стремится к нулю. И синус стремится к нулю. А когда икс стремится к бесконечности. Когда икс стремится к нулю, то наоборот, одна иксовая стремится к бесконечности. А поэтому синус одной иксовой совершает бесконечно много хлебаний. Кстати, давайте-ка мы нарисуем этот график. Вот вам оси координат. Пожалуйста, не точный, а примерно. График функции синус единицы деленной на икс. Как примерно он будет выглядеть? Да, пожалуйста. Синус будет с синтетической стремится к нулю. Да. А так, лично. Но и с другой стороны как? Так, и с другой стороны. Ну, функции нечетные, на самом деле. Поэтому тут вопрос к вашим художественным способностям. Способны ли вы нарисовать синтетичную структуру? Отлично. Моя проблема. Замесите, пожалуйста, то, что вы сейчас нарисовали. Но, кстати, подниматься будет все время на один и тот же уровень. До единицы здесь. И опускаться будет тоже все время на один и тот же уровень. До минус единицы здесь. Так вот, это не то, что мы хотели. Что? Это не то, что мы хотели. Дело в том, что в этом месте, а тем, что она не является непрерывной кривой, в этом месте у вас она совершает такие вот, амплитуды колебаний не уменьшаются, и поэтому в некотором смысле вас разорвет. Ну, как, известный анекдот, помните, насчет того, что кролик выглядывает из норки, да? У норки два выхода, и кролик решил жить такой жизнью. Значит, выглянул из норки, посмотрел неких там каких врагов, через минуту посмотрел из другого выхода, через полминуты посмотрел отсюда, через четверть минуты посмотрел отсюда, через восьмую часть минуты посмотрел отсюда. Вопрос. Не будет ли через две минуты его голова одновременно в этих двух? Поняли? Вот здесь возникает такая мысль, что надо сделать, чтобы вот эту формулу как-то улучшить, чтобы график стал похож вот на это. На х надо умножить. На х надо умножить. Это же совсем просто, ребят. Надо просто взять и нарисовать график. у равняется х умножить на синус одной х. для бесконечности. Страшно интересно, сможете ли вы с первого раза без ошибки это нарисовать? Сейчас сколько играть? х умножить на синус одной х. О, сейчас я понял. Без сейчас. Без сейчас. Я вас не тороплю. Дело в том, что здесь есть одна стандартная ошибка, которую чаще всего делают на энтузиазме люди. Сейчас, сейчас, сейчас. Не надо ничего вспоминать. Пожалуйста. Готовьтесь, он сейчас ошибется. С какой стороны там нужно синтетически стрелять. Это Игорь Крамнеевс. Справился? Справился? Молодец. Игорь Крамнеевс нарисовал. Так, что так придумать? Конечно, заметьте, в его представлении. Нет, ладно, ладно, будем считать, что-то шаг 5. 45. Дальше. Так, дальше. Сейчас я подумаю. Как он там думал. Игрек равно минус х. Наверное, тоже надо нарисовать. Андрюш, что? Игрек равно минус х. Нарисуйте. Это вам точно понадобится. Зачем? А затем, что, когда синус одной х равен единице, то вас волнует этот, понимая. А когда он равен минус единице, то вас волнует вот этот. Вот если вот этот множитель стал равен минус единице, то функция равна минус х в этом месте. Но х тоже отрицательная. Если синус одной х равен минус единице, то выражение будет равно минус х. Поэтому мы обязаны написать прямую игрек равно минус х. Она точно имеет отношение к нашей задаче. Значит, здесь будет что-то вот такое, видимо. Угу. Такое. Здесь. Такое. Нет. Так. Ошибка сделана. Я же говорил, что ошибется. Теперь у нас ошибся. Ну ладно, я не знаю. Подумите, подумите. Дело в чем. Здесь вы действительно правы. Здесь будет примерно так. Здесь вы тоже правы. А что? Образительно, да. Нет. Вы полотой точки-то? И это... Ребят, я этим не занимаюсь. Конечно, вы полотой точки-то нужна. Действительно, точка 0-0. Ну это все... А существо ошибся. Ошибся очень серьезно. А у меня это синтетически стремится к этой тренировке. Когда х очень большой. Скажите мне, пожалуйста, какая будет примерно величина 1х? Синус 1х будет примерно 1х. Ладец. А сколько будет х умножить на 1х? Все поняли? Дело в том, что синус 1х он вообще-то всегда меньше, чем 1х. поэтому, разумеется, не пойдет оно к бесконечности. Здесь будет стремиться к 1х. Понятно? И симметрично с этой стороны то же самое будет стремиться куда? 1х. Все запрещено. А почему? Что? Почему? А потому что есть такой первый замечательный предел. Мы его даже доказывали. Поняли? при маленьких значениях аргумента синус пропорционален величине, от которой берет синус. То есть, синус 1х это для любителей строгости надо вот эту функцию написать так. Синус 1х разделить на 1х. Это же то же самое. Умножить на х это то же самое, что разделить на 1х. и в точности вспомнить первое замечательное предел. Синус стремящийся к нулю величины деленный на саму эту величину стремится к единице. Так, ну хорошо. График мы получили. Дальше нужно думать о том, что же такое площадь поверхности. почему длина бесконечная? Длина бесконечная понятно почему. Потому что вот эти вот подъемчики они порядка 1х. Понимаете, у нас здесь был вот этот интервал. Дело в том, что откуда возникают вот эти точки? Они возникают в тот момент, когда 1х попадает ну вообще синус когда ранен нулю? Сейчас когда х это целое кратное число ну соответственно между ними это когда единица? Какая же? Смотрите, если у нас х отрицательный значит синус от одной ну от отрицательного числа тоже отрицательного. Да, спасибо. Спасибо. Действительно, спасибо. Заметьте, очень правильно мы сейчас вам подсказали на самом деле почему я так механически рисовал потому что я помнил что функция синус нечетная значит если мы нарисовали ее здесь то автоматически мы ее нарисовали здесь так? Замечательно только маленькая проблема я так же механически рисовал здесь забыв что х функция тоже нечетная а произведение нечетной функции х на нечетную функцию синус одной иксовой это функция четная поэтому действительно заметьте мы с вами ошибку совершили и на самом деле картинка она вовсе не имеет отношения к этой самой минус единице а она вот примерно такая график имеет вертикальную асимметрию так стало лучше? стало лучше теперь повторяю мы можем точно найти формулу для вот этих точек потому что единица у нас синус одной иксовой равен известно когда когда х это и пополам плюс согласны? 2 пика где к натуральное число тогда получаются все эти точки ну и соответственно одна иксовая это тогда будет единица деленная на и пополам плюс 2 пика где к натуральное число все понятно? вот ну и соответственно вот высоты соответствующих участков это будет как расти по одной н договорились? в смысле наоборот икс должен быть равен совсем точно как раз икс равен этому именно в этих точках у нас будут максимумы у синус одной иксовой будет равен единице а соответственно когда вы на икс умножите то вы умножите вот на такую штуку так хорошо с этим мы полностью разобрались все-таки повторяю вопрос вы уже почувствовали что даже с длиной кривой возникают проблемы то есть бывает что кривая которая выглядит вполне себе приличной на самом деле имеет бесконечную длину но это еще не так страшно как бывает с площадью поверхности я бы все-таки хотел чтобы вы сказали как посчитать? да можно да можно вставить внутрь поверхности квадрат? нет внутрь шара то есть нет я говорю не про шар про любую поверхность дело в том что определение длины кривой разумно давать для любой кривой также конечно разумно давать для любой поверхности да пожалуйста можно попробовать разбить данную поверхность на много-много кривых однообразных кривых? вы берете любой сколь угодно маленький кусочек и там можете расположить кривую бесконечной длины поэтому нет вообще как если измеряете длину то от нее к площади перед ним нельзя потому что даже на очень маленьком участке любой из вас почеркал карандашом понимает что можно очень долго можно разрезать на много слоев у нас все время в сечении получается кривая можно взять длины этих кривых или интеграл это хорошая идея действительно во многих случаях так собственно и поступают то есть например если у вас речь идет о поверхности вращения то действительно просто говорят что по определению ее площадь это есть такой интеграл ну и дальше считать разумно но мне все-таки хотелось бы услышать от вас какое-нибудь общее определение дело в том что она была придумана человечеством чуть больше ста лет назад называется это площадь поверхности по минковскому и как ни странно арам почти угадал эту фразу помните что он сказал про краску это сколько краски нужно чтобы покрасить поверхность так замечательно а вот теперь давайте попытаемся свою краска придать какой-то смысл представьте себе у нас есть поверхность давайте давайте ваша идея всевозможные многограники какие с вершинами на этой поверхности приблизим поверхность таким образом и что будет дальше а дальше перейти к пределу а дальше перейти к пределу так вот господа совершенно замечательным образом получается что ничего у андрея не получится вообще ничего так вот вот